В городах присутствие госкорпорации «Русатом» вот уже третий год проходит конкурс «Атом-ТВ» в рамках проекта «Школа Русатома». Десногорские школьники активно принимают в нём участие. В этом году победители заочного этапа командой второй школы Карина Лепилина и Анастасия Каретникова, под руководством Елены Петровой, а также ученица первой школы Татьяна Сидельникова, побывали на отраслевом этапе фестиваля, который проходил с 8 по 10 ноября в городе Заречный Пензенской области. Это масштабное мероприятие собрало 25 команд из 19 атомных городов. Своими впечатлениями после поездки ребята поделились и с нами. Ребята, расскажите вообще, как вы стали участниками, как вы вообще решили поучаствовать в этом году, в этом проекте, и кто, как вы друг друга нашли? Ну, это вообще произошло очень неожиданно. Наш коллектив сплотила Петрова Елены Александровны, учитель второй школы русского и литературы. Она постепенно создавала детскую студию телевидения «Искра», в которой мы состоим. Меня нашла Елена Александровна так, что я умею монтировать, как бы, ну, я как бы в интернете оставляю свои видеоролики, что-то видеоблога веду. Вот, и Елена Александровна увидела это, то, что я умею монтировать, умею работать с программами. Взяла меня как оператора-монтажёра, Настю она взяла как корреспондента. Ну, и фотографа. Да, и фотографа. Так как я занимаюсь фотографией уже более шести лет, и как бы я начала, я поучаствовала в конкурсе фотографов и выиграла первое место, и она решила открыть во мне второй талант. Ребята, насколько я знаю, первый этап проходил здесь. Это заочный этап. Что вы делали, как работали, куда выкладывали свои работы? Об этом конкурсе мы узнали ещё в мае месяце, и мы решили с Кариной поучаствовать. Мы начали работать ещё до того момента, когда было известно, что будет этот конкурс. Ну, мы подумали, почему бы и нет. Мы начали снимать 1 сентября, снимали 1 сентября школьную линейку в школе номер 2. Потом мы снимали на городской эстраде победителей конкурсов с поддержкой школы Росатома. Мы сняли видеоролик, смонтировали его, выложили пост с ним в Твиттер и ВКонтакте, рассказали своей команде. Далее это уже оценивали жюри, и как бы за это ещё были баллы дополнительные к тому, что нас ждёт в очном этапе. И как бы от каждого города, от каждого до города, от команды, брали только одну команду, которая едет на очный этап. Ну и по баллам большинство у нас с Настей вышло больше всего. Татьяна, а как ты попала на этот конкурс? Расскажи, пожалуйста. Насколько знаю, ты тоже побывала в Заречном, только вне конкурса, да? Это как понять? Ну, там больше не вне конкурса, а всё началось с лета. Я в лагере была с мальчиком, мы с ним очень хорошо подружились, и как бы он деятельный, я деятельная. И мы решили, а почему бы не расширить рамки Атом-ТВ и создать какое-то взаимодействие городов, чтобы города Русатами, они в телесюжетах могли как-то взаимодействовать. И мы написали Прохоровой, то есть организатору конкурса Атом-ТВ, можно ли так сделать, чтобы мы, два человека из разных городов, участвовали в одной команде. Они там подумали с Трифоновым, пообщались, попереговаривались и решили, что дадут нам шанс. Сказали, если вы предоставите нам хорошую, такую дельную работу в заочном этапе, то мы вам откроем дорогу вперёд. И мы постарались, мы сняли сюжет о тематических сменах в этом году от школы Русатома, то есть в Финляндии, Болгарии и в Орлёнке. Им очень понравилось, нас потом хвалили и взяли на научный этап. Здорово. Ребят, а расскажите, пожалуйста, вот вы прибыли в Заречный. Что вы там в первый день увидели, что вас там поразило и интересно, что произошло с вами? Ну, конечно, самое эмоциональное, это был квест по городу. Мы выполняли задания, которые давались в ВКонтакте в группе Атом-ТВ. Там давалась фотография и здание. По этой фотографии мы должны были сделать свою фотографию и написать к нему текст. Мы показывали визитки города. У каждого города была своя визитка, это какие-то движения, переглядки. Ну, было очень интересно. Что было? Первый день мы сразу же как-то ехали в номер, переоделись там уже после дороги. У нас было, ну, сначала, ну, как бы представители, как сказать, знакомство со всеми. После этого мы даже прошла конференция с главой города Заречный, мы задавали ему вопросы, он отвечал на них. Ну, всё было интересно. В городе Заречном я уже третий раз, поэтому я о нём могу говорить долго, потому что каждый раз это было удивительно, это было прекрасно. Там люди очень гостеприимные. Но Атом-ТВ отличается своей атмосферой, вот этой дружной атмосферой. Когда я была в прошлом году на конкурсе Эврика Парк, мы вообще ни с кем не сдружились. Как бы ребята, они не шли на диалог, и мы потом не общались, а сейчас вот ребята до сих пор пишут. То есть, представляете, вот насколько за три дня мы сдружились, что до сих пор мы общаемся. Вот. И вот эта страна Атом-ТВ, в неё входят дети, которые из года в год уже в фестивале участвуют. И как приятно видеть их вот каждый раз. Мы уже так подходим, здороваемся, обнимаемся. И ты понимаешь, что у тебя по всей России есть друзья. И это очень круто. Ребята, что ещё происходило интересного второй, третий день? То есть, то, что вам запомнилось. Вот о чём вы хотели бы рассказать и сделать именно акцент. Ну, на второй день у нас как бы весь день проходил в том, что были лекции, говорили, как бы мастер-классы велись, как правильно, что неправильно. Учили нас многим жанрам, например, видеосъёмки. Что допускается в кадре, что не допускается. Ну и в общем, весь день состоялось из того, что мы учились чему-то новому. Про вечерний КВН. Это было грандиозно. Это было очень смешно. Я там сидела вся красная от смеха. Я на таком КВН ни разу не была. Зареченцы, они вообще молодцы. Там к ним с области, по-моему, приехали. Очень понравилась команда «Добро». По-моему, она даже на всероссийском КВН участвует. Помню. Но самое главное, что руководил этим всем Киселёв наш сородич со Смоленском. На первом мастер-классе мы с Татьяной были в одной команде, когда мы, как сказать, монтировали из обычных распечатанных фотографий. Надо было придумать текст, надо было придумать жанр. Нам давалось час. 250 фоток и час работы. Час работы. Это был ужас, что творилось за столиком. Все хотели что-то своё добавить, кто-то критиковал. А теперь расскажите о последнем, последнем завершающем дне. Это третий день. Что было интересного и что больше всего запомнилось? Наверное, бессонные ночи, когда мы монтировали домашние задания данной жюри. Это был ужас, если честно. Мы ночью бегали с одной комнаты в другую, помогали друг другу делать. Было очень жарко как-то. Последний день до помощи. Просто я-то участвовала уже в АТОМ ТВ, поэтому мы хоть как-то могли от чего-то отталкиваться. В третьем дне мне очень понравилось, как мы выбирали ведущих. Вот Настя, кстати, попала в пятёрку лучших. А вот Данил, с которым я участвовала в Субботин, он стал победителем. Он вёл у нас закрытие. Хотя мы с ним были с одной командой, нас выставили двоих. Но так получилось, мы как бы пытались вместе отвечать на вопросы, как сказать, ведущих, которые вели открытие АТОМ ТВ. Ну, потом нас разделили, и мы как-то по раздельности. Ну и впечатления? Страшно было. Когда тебя судят такие профессионалы, очень страшно, но очень интересно. Канюша, как тебе поездка? До сих пор не отошла. До сих пор много эмоций, и я думаю, что они у меня по жизни будут такие яркие. Будет что вспомнить. Ну, наверное, самое яркое то, что произошло, это закрытие фестиваля и награждения. И флешмоб. Самое интересное, что вот награждение, у нас было как бы три номинации, победили наши девочки в жанре интервью. Мы победили в жанре дискуссия, еще была команда, которые победили в жанре беседа. И вы знаете, у кого они брали, ну, сидели в беседе? Да. Мы с Данилом, вот как бы, были в беседе, и получилось, что они у нас были в дискуссии, а мы у них в беседе. И мы все вот так вот общей кучкой. Ну, мы как-то делились все равно. Мы брали интервью у нашего руководителя, Петрова Елены Александровны. Тот момент, что она никогда никому не дает интервью, это вот нас шокировало. Мы спросили, можно? Она такая, ну, что поделать с вами? Мы такие, ну, хорошо. И пошли на прогулку снимать интервью. И скажите, пожалуйста, вот эта победа как-то отразится на вашей дальнейшей жизни? Планируете ли вы дальше идти в журналистику? Кто знает. Я думаю, что именно не победа, а опыт полученный на фестивале пригодится. Ну, вот я, например, собираюсь свою жизнь связать с журналистикой. Тот опыт, тот огромный опыт, который нам дали наши наставники, очень пригодится мне в будущем, так как в мой институт нужны творческие люди, креативные. Карин, ну вот теперь твоя заключающая речь. Ну, этот конкурс мне дал очень много опыта, в первую очередь. Так как я, возможно, свою жизнь как-нибудь, может быть, и с виду, с видеороликами, с видеоблогом и всякое такое, я теперь знаю, что лучше и что нет, как в кадре выглядеть лучше, что говорить. Ну, и я думаю, это с чем-то мне как-то поможет в жизни. Ответы ребят подтвердили, что участие в конкурсах концерна «Росэнергоатом», а именно в проектах «Школа Росатома» дают ребятам дорогу в будущее. Уважаемые юные десногорцы, участвуйте в конкурсах, принимайте участие и побеждайте!